всем хай ребятки с вами как всегда эндрю и чтобы вы могли бы подумать и ну это снова видос по клэшки собственно не знаю возможно кому-то надоел уже с ней ну просто мне как-то впадлу снимать бесконечное лето ну и не знаю сейчас наверно мало кто будет ее смотреть поэтому вот просто клэшка какая она есть мне сегодня утром выпало второе бревно второе из королевского это было очень кстати неожиданно ну как-то у меня особо эмоции это не вызвало мне леги последнее время чаще часто упадает поэтому я привык также у меня тут есть спарки но я не буду покупать нет я свою колоду менять не буду она идеальная может кто-то это спорит но эта колода чисто на импровизацию здесь нету каких-то особых прям тактик тактик боя просто колода на импровизацию то есть здесь не обязательно как-то определенно все время играть здесь иногда важно кинуть правильно шахтера к примеру или не знаю во время кинуть мега рыцаря в общем чисто на реакцию на на все такое тут ну то так как то и надо играть так что может быть если кто-то хочет использовать такую же колоду то я умею рекомендую вот именно для таких вот боев она и нужна то есть здесь не надо сразу за вышкой заранее ставить мудозвона и потом еще прикрывать его здесь нужно играть как играется все время что нибудь придумывать и вот в этом плюс этой колоды хороша кстати против элитных варваров в которых многие не любят я тоже кстати бесячая карта с ней обычно играют какие нибудь нубы а почему нубы ну потому что ей играют так допустим вы просрали весь эликсир они на другую башню просто кидают впустую без ничего без прикрытия вот весь прикол варваров никто никакую тактику не использует их не прикрывают как-то за башню не ставят просто тактика аля нуб вот ничего не особенного нету на самом-то деле а вот не горится ну хорошо приравнивать шансы зато приятно мочить всяких нубов серьезно да успел успел дойти наш голем ну что поделать тут уже скорее всего попахивает проигрышем но я как-то меня это не парит если чё поднимемся в любой момент сейчас тоже скорее всего должен пойти какой-нибудь танк но тут только голем да вот как я и говорил скелетики для отвлекания морозилка вообще ненужное да еще и по башне ударили вообще просто отлично сейчас еще главное бревно кинуть вообще просто идеально хотя в любой момент может пойти колдун да вот он собственно и есть тут вот вот вам импровизация допустим ставим шахтера который грохнет колдуна ну он как лох последний ставит опять голема ну давайте давайте прикроем нашу ведьму да ну полюбасу голем дойдет и замочить нас тут уже никак особо не прикрыться мы сейчас сольем просто в ноль ну тоже такая же игра с големом просто его главное довести дальше уже все на автомате пойдет не знаю я големом не играл поэтому особо не знаю как это работает ну что же вот кстати мне 100 галочек осталось до легендарного сундука легендарным сундука короля поэтому если что заходите почаще на мой канал желательно кстати если вы поставите колокольчик потому что без него пропустимые видео конечно как многие ютюберы я вам легендарки не обещаю за это но мне было бы просто приятно если бы мои видосы никто не пропускал бы ну что десятый уровень японец или китаец не знаю давайте попробуем ходи первым ну не хочешь ладно единой колдун пошел тогда ох это серьезный противник это очень серьезный противник ох тыж собака это тоже попахивает сливом нет у меня в принципе еще бревно есть но дракончик все портит скотина такое все портит на это слив понятное дело ничего не скажешь наша выпускаем ведьму блин так бревно не хочется тратить ведь второго уровня так вот на вот эту дичь и ну в принципе можно она будет только портит тут ну нет 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 кстати хорошо пустил бревно немножко покоцал мудилу ну да ты давай пока тут играйся они точно не уж есть мега рыцарь это тактика не прокатит он сейчас его пустит и все да ничего не скажешь что же чувак импровизирует как может вот я про что я говорю это в принципе и успех успешные игроки по моему так и делают мне так кажется куда 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 пошел шахтер серьезно именно так можно выйти на новую арену потому что ну я раньше игра как-то по тактике пускал гиганта прикрывал его прочая в общем херня была а так ну так вот я поднялся до этой арены вот причем внезапно между прочим с арены джунглей на 11 но тогда не было еще 11 но все равно блин это было вообще просто суперски ну вот принцесса да он хорошо стоит у нас скотина все портит паскуда такая все портит поэтому ну на три башни тоже не не вариант эти на насрать в принципе мы рискованный да вот орда миньонов тоже не в тему сейчас естественно да вот не успел сказать уже поставил эту дерьмо это а я чё там все время на записи сливаю это как-то стремно блин может кто в клане нет в клане никого не с кем поиграть а в друзьях тоже не с кем придумать бы чего-нибудь интересное такое знаете а только это однообразие тут давайте поиграем экспериментальной колодой я какую-нибудь составлю допустим я такой колоды раньше игра мне не нет я не я не пидор не надо просто чисто проверить колоду ну вот попробую королевским гигантом здесь мы поставим ведьму так дровосяк это для прикрытия естественно вот это дерьмо ставим так колода очень похожа на прошлую спарки в принципе можно было купить но и не настолько конченый во всех смыслах не арбалет тоже в принципе прикольная карта но какого уровня 4 но тут надо подумать бревно дровосек или электромаг или может быть дракончик ну я даже не знаю и варваров до десятки могу прокачать странно я думаю здесь стоит попробовать дракончика вместо электромага ну да вместо электромага я думаю она того стоит давайте попробуем мне вообще как-то особо сейчас коронки не парят я в любой момент поднимусь все давайте стандартная тактика королевский гигант уже вот прикрывать надо вот это да это уже колода не для импровизации скорее всего сейчас пойдет на левую башню да вот все правильно он пошел на левую ну а ты думал ведьма поможет не 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 чувак я научился варварами варваров дефы так что иди-ка ты все теперь дефа и давай двоих ой как хорошо пошло как отлично пошла колода просто с нее тоже достаточно много поднял себе где-то 700 целых коронок но потом не в бой кубков но потом не выпал естественно мудозвон чик кто не знает это мега рыцарь не потом уже все пошло немножко по-другому по импровизации так сказать раньше поднимался ну чисто из-за того что королевский гигант доходил до башни в любом случае это многих бесит я их прекрасно понимаю потому что это реально карта для тех кто не умеет играть ну серьезно сейчас даже он дойдет и постреляет башню у кого это можешь не бесит серьезно смотрите что он творит конченая карта ничего не скажешь как и варвары но мы в принципе играем против варваров поэтому нам можно тоже тот еще день тоже еще дерьмо все по-честному варвары да то не они такие но не для этого скорее всего сделаны для нубов которые не умеют играть серьезно всегда бесит когда чувак пытается тебя как-то обмануть ой ракета в этот и зря когда тебя пытается обмануть просто пустить варваров на башню пока у тебя нету эликсира вместо того чтобы как-то прикрывать и не знаю по моему по моему это показывает то как он херово играет в принципе можно накопить до королевского гиганта хотя нет это скорее всего было зря да это было зря да 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 пошли варвары молодцы молодцы варвары просто красавцы учись играть сначала имя потом уже их ставь тогда будешь молодец а так ты пока просто лошара чувак ну вот тут еще и дракон дошел я не ожидал что он дойдет все сейчас точно вот сейчас можно выпустить чаще варвары пойдут наверное вход нет скатился валькирию на этих ставить не на минюнов это вообще плохо это никогда хорошим не закончится никогда так не делайте все все пацаны все нет не все они не все я ошибся на сука вот за это я ненавижу варваров они доходят даже при таком самым прикрытие как полуубитые мухи это две самые конченые карты это королевский гигант и элитный варвар не используйте их потому что блин по вас подумать что плохо она вам надо не вряд ли вы подниметесь если вы хорошо и ими умеете играть возможно если бы я пустил гиганта я бы и выиграл бы так сборщики лексира ну понятно чё с ним надо делать так что тут в этой ситуации делать ну давайте так ой как хорошо пошло хорошее начало так надеюсь мне сейчас хорошо слышно электромаг как раз в тему как раз против то ты второй сборщик ставишь слыша скотина пытается пытается меня сборщиками завалить ничего не скажешь вообще суперски с такой дешевой колодой блин то точно меня выиграет ничего с этим не поделаешь а вы думали да все это слив остается только не играть по его правилам ну чё ему стоит сейчас он выпустит электромага вот тут прям сейчас 3 а нет я уже это обратный отчет хотел делать все мы просрали это дерьмо не задавайте просто на это посмотрим на эти эпичные сливы естественно да ох у тебя был фу это вообще хана была бы у меня ракета но я не пользуюсь не хочу да с такой колодой мы не поднялись давайте два на два хотя блин еще ждать следующие подарки следующие квесты так у меня в клане есть люди не хотя может увидит чушь вы такие долгие не главное видит и игнорит ну ладно бывают такие соклановцы которые фохер не очень люблю таких молодец пошел дракон хорошо что он быстрее чем ледяной колдун пошли орда миньонов импровизация как я уже сказал да вот в этом весь прикол колоды правда мы ничего из этого не получили но по-моему он больше чем я потратил нет нифига не больше да тычку не успел сделать на ведьму но похрен ведьма давай я в тебя верю это хорошо дошла по на еще до ярости сейчас вот так вот сходу ставим все хорошо хорошо поставлен ледяной маг просто отлично вот серьезно я тоже так всегда делаю чтобы хоть как то защитить башню скорее всего у него нету сейчас эликсира хотя как сказать нет вроде на 2 на 2 значения в плюс ушел ну да это ты реально сейчас зря сейчас здесь где-то должен быть маг ну по идее о да еще и до башне дошла ну какая красавица видимо просто ничего не скажешь твою то налево молодец счете еще скажу хорошо кинул отлично просто теперь наслаждайся просером не 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 дракончик тут не поможет чего здесь поможет только выкинуть телефон в окно не так нельзя играть можно конечно рискнуть но если тут у тебя мудозвон с этот у него получается справа от башни то лучше так не рисковать можно также слиться я не знаю стоит ли мне дальше сейчас вот играть потому что что-то не сильно интересное я думаю вам будет можно снова какую-нибудь колоду попробовать кладбище заморозка блин зеркало не знаю клон почему бы и нет просто сейчас чем попробуем бочка к примеру на третьего в принципе пофиг вообще дешевенькую колоду да здесь пускай танком будет тогда уже арбалет в принципе я думаю неплохо мушкетер но он не прокачана она ради интереса в принципе да давайте попробуем почему бы и почему бы и да погнали ну видим десятый уровень ничего ничего необычного выпускаем мушкетершу хотя нет ждем пока нет все таки да выпускаем мушкетершу ой 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 это просто все одни сливы в основном мог бы не клонировать это тебе мало чего удалось чел давайте этот последний это последний бой и все таки я наверно запилю сейчас бесконечное лето это даже ничего вырезать не буду хотя не знаю посмотрим потому что реально скучно все время в клешку играть никакого разнообразия вот сейчас в принципе фу и хорошо пошло хорошо пошла игра сейчас скорее всего пойдет гигант вот прям сейчас вот поставит прямо перед арбалетом молодец хорошо поставил только ты дебил мог этих херни ставить они тебе не помогли здесь естественно будет ну ладно 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 хватило эликсира на это на эту чушь пошла бочка сейчас будет маг все тоже снос башни мы пока наравне мы держимся я вообще не умею с этой колодой играть но мы держимся как можем все все пошла бочка все пошло что только можно все блин на тройку пошли и получили тройку по по игре в клешку скорее всего это слив блин я и арбалет не поставлю собственно вот это слив я мог видос этот не делать потому что он реально скучно может быть кто посмотрит нож кому понравится мне он я по ему дизлайк бы влепил все спасибо за просмотр всем пока пока